В городе Костроме совершенно неожиданно был выставлен на продажу популярный в узких кругах вездеход, по внешнему виду напоминающий немного надутый пазик. Этот зверь имеет 8 колёс и создан для прохождения просто немыслимого бездорожья. Его имя – старатель А64030. По заявлению продавца, этот великолепный аппарат находится в идеальном состоянии. Именно поэтому хозяин рассчитывать выручить за него хорошие деньги. На самом деле этот вездеход был разработан в одноимённом конструкторском бюро. Более того, он не является некой штучной моделью, а является машиной, которая производилась мелкой серией в Козельске на механическом заводе. Он разработан для перевозки людей, а также различного рода грузов, причём в наиболее трудных условиях работы – от минус 60 градусов до плюс 40 градусов. Предприятие выпустило несколько таких вариантов, которые отличаются друг от друга вместимостью пассажиров. Это пассажирский, грузопассажирский и грузовой вариант. Продавался как раз грузопассажирский, рассчитанный для перевозки 8 человек и 2 тонн груза. Он снабжён трёхрядной кабиной, а также грузовой платформой, которая накрыта тентом. Правый борт кузова имеет распашную дверцу, благодаря которой можно добраться на заднее сидение. Собственно, сам кузовной корпус изготовлен из прочнейшего пластика парабима. Вездеход оборудован двигателем Nissan Diesel F-E6, который наделён 180 л.с. мощности. В основе ходовой части применены детали автомобиля ГАЗ-66. К примеру, карданные валы и мосты взяты у шишиги, а бортовые редукторы разработаны и произведены самостоятельно. Любопытно, что колёсные пары всех четырёх осей способны поворачиваться. Рулевое же колесо перенято у розовика китайского производства. Однако трудно по логотипу определить, у какого именно. Удивил также и внутренний интерьер кабины, который реализован просто шикарно. Так, передняя модель обита коричневым кожзаменителем. А широкий двигательный блок и сидение интересно дополняют общий цветовой тон. Два дивана, которые расположены лицом относительно друг друга, размещены в задней части. Место водителя в чём-то напоминает оформление Hammer H1. Остальная же часть была взята у серийного пазика. Интересно, что за эту, хотя и достаточно редкую машину, хозяин желает выручить 3 миллиона 290 тысяч рублей. Причём вездеход выпущен в 2010 году. Надо признать, что для этой машины это довольно дорого. Также вы можете видеть кадры, на которых изображено, как этот зверь перемещается по разбитой дороге. К сожалению, не нашёл видео, где будет показано, как этот монстр преодолевает наиболее сложные участки бездорожья. По всей вероятности вездеход способен на многое.